Ветеринарная наука 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 Управлений предприняты и в России. Правда, здесь обследование не обязательное, а добровольное, по желанию владельцев. Зато проводят его всемирно известные эксперты, например, такие, как специалист в области болезни сетчатки Рон Офри, который специально для этого периодически приезжает в страну. Всем собакам после обследования также выдается международный сертификат. К сожалению, в Украине таких детальных исследований с выдачей сертификатов пока еще не проводят. Но это вовсе не означает, что мы совсем уж бессильны перед глазной проблемой. Многие наследственные заболевания можно выявить при обычном офтальмологическом обследовании. Что касается, допустим, прогрессирующей атрофии сетчатки, диагностировать можно его начинать где-то с 2 до 4 лет. То есть основные симптомы, которые могут проявиться, попадают именно в этот промежуток. Да, врожденные заболевания, которые ювенильные, то есть у самых маленьких, они уже проявляются при открытии глаз. Вот, допустим, врожденная катаракта, когда щенок открывает глаз, она уже видна, то есть хрусталик уже белый. Или, допустим, недоразвилась века, колобома века, то есть как бы дефект века, он уже тоже сразу будет виден, когда животное открывает глаз. Либо дефект какой-то сетчатки или зрительного нерва, то есть оно уже сразу видно, как животное только открыло глаз. То есть не все заболевания нужно проверять в определенный промежуток времени. Желательно приводить всех животных на исследование, то есть там это нужно приводить, первый раз привести в тот момент, когда животное откроет глаза. Потом желательно показаться в 2 месяца, потом желательно показаться в 8-9 месяцев. По достижению потом 5-летнего возраста и где-то уже с 6-7-летнего возраста нужно будет показываться 1 раз в полгода, потому что вот в этот промежуток с 6-7-летнего возраста могут еще добавляться возрастные изменения глаза. Наследственные заболевания, о которых мы запланировали рассказать сегодня, дисплазия сетчатки и катаракта, можно также диагностировать при обследовании. Дисплазия сетчатки, это тоже оброжденное заболевание сетчатки, проявляется она уплотнением самой сетчатки, то есть нарушением ее строения, но в зависимости от того, где располагается вот это уплотнение, либо складочка сетчатки, зависит и прогноз. То есть все три вида они располагаются в зрительной части сетчатки, но в зависимости от того, как они еще расположены, также может быть и прогноз. То есть если они расположены больше в центральной области, то есть прогноз довольно-таки хуже, то есть животное может потерять. Если они где-то расположены в периферических областях сетчатки, то животное, в принципе, даже не будет замечать, что у него есть такое заболевание. То есть оно будет видеть и может чуть-чуть снизиться зрение, но неполная потеря, по крайней мере. О катаракте или помутнении хрусталика многие наверняка слышали. Это глазное заболевание является одним из самых распространенных среди людей пожилого возраста. Этой болезнью довольно часто страдают и собаки. Катаракта – это заболевание хрусталика, его помутнение. К сожалению, она ведет к потере зрения в любом возрасте и при любом раскладе, потому что она все равно будет прогрессировать, прогрессировать и прогрессировать. Наука не стоит на месте. К нашей радости мы можем лечить катаракту. Лечат катаракту у собак точно так же, как и у людей – оперативным методом. Пораженный хрусталик удаляют, на его место ставят новый и зрение восстанавливается. Заболевания глаз всегда причиняют нашим питомцам огромные страдания. Многие из них можно вылечить. Но избавить породу от генетических болезней не под силу ни одному врачу. Сделать это могут только заводчики и только одним способом – исключением из разведения носителей порочного гена. Это не быстрый и нелегкий путь, но только таким способом можно получить популяцию, свободную от наследственных заболеваний. Собаку нашу зовут Джозефина, ей 4 года. Мы постоянные клиенты клиники Айболит. Периодически приходим, обследуемся, делаем все возможные прививки, которые положены. Сейчас перед вязкой хотим проверить ее на генетические заболевания глаз. Насколько мы знаем, бывает у них разного вида заболевания генетические. У нас, слава богу, ничего нет, не выявилось. В прошлом году она стала чемпионкой Украины. Сейчас решили первый раз повязать собаку, так как хотим от нее оставить себе щенка. И пусть в нашей стране пока еще нет возможности проводить генетический анализ. Привезти племенную собаку на офтальмологическое обследование может практически каждый заводчик. А если у нее обнаружено глазное заболевание, передающееся по наследству, только он, заводчик, может принять единственно правильное решение – исключить собаку из разведения, даже если она суперчемпион по красоте. И этот поступок станет еще одним шагом на нашем нелегком пути к цивилизованному собаководству. Собаководству без болезней и проблем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok